Вести Карачаева, Черкесия На стадионе Нарт в Черкесске прошел седьмой футбольный турнир памяти Мухаммеда Кунижева. Итак, к главным новостям. В канун профессионального праздника Дня Учителя в Черкесске состоялось торжественное мероприятие. Глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов поблагодарил учителей республики за их важный труд. Именно учителя дают детям не только знания, но и формируют правильное отношение к жизни, друг к другу, к людям и к родине, подчеркнул Рашид Тимрезов. Учителями славится Россия, учителей мы не забудем никогда. На самом деле я помню всех своих педагогов, учителей и до сих пор общаюсь со своим классным руководителем, а до сих пор. На самом деле, действительно, в жизни каждого человека, каждого ребенка, учителя, педагога, действительно, самое главное, наверное, пусть и родителей, семьи. Потому что вы действительно закладываете в ваших детей не только знания, но и их отношение к жизни, отношение друг к другу, отношение к людям, к обществу. На самом деле это неоценимый и незаменимый труд. Рашид Тимрезов выручил учителям удостоверение к почетному званию «Заслуженный учитель» и «Заслуженный работник народного образования». Присутствующих в зале также поздравили председатель Народного собрания Александр Иванов и председатель правительства Мурат Аргунов, которые выручили учителям из разных городов и районов почетные грамоты парламента и правительства Карачаева-Черкесии. Почетные грамоты Министерства образования и науки Республики благодарственные письма Министерства просвещения Российской Федерации вручила министр образования и науки Карачаева-Черкесии Инна Кравченко. Учитель математики средней школы Станицы Зеленчукской Юлия Александровна Копалкина удостоена благодарности правительства Российской Федерации. Государственную награду за заслуги в области образования и многолетнюю плодотворную работу Юлии Копалкиной вручил в канун Дня Учителя председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Учитель высшей категории Юлия Копалкина с достоинством продолжила династию педагогов. Ее прапрадед заведовал сельской школой, а по ее пятам на стезе учителей вступила добрая половина семьи уже несколько поколений, в том числе и Юлия Александровна, которая относится к своему делу с настоящим трепетом, желанием качественно донести свой предмет до учеников. Пару лет назад наша землячка вошла в тройку лучших классных руководителей России в финале Всероссийского конкурса «Воспитатель человека». Ранее, став лауреатом конкурса «Учитель года», вошла в число 15 лучших учителей России. Глава Карачаевой Черкесии Рашид Темрезов поздравил сотрудников и ветеранов Министерства России по делам гражданской обороны чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий с 90-летием образования системы гражданской обороны России. Система гражданской обороны всегда славилась смелым и профессиональным личным составом, эффективностью в самых непростых ситуациях и надежностью. Высокий профессионализм, мужество и преданность своему делу отличали нашу гражданскую оборону и в годы Великой Отечественной войны, и в послевоенное время, и сейчас, когда жителям новых субъектов Российской Федерации, находящихся в зоне проведения специальной военной операции, особенно нужны поддержка и помощь, написал в своем телеграм-канале глава республики. Желаю сотрудникам и ветеранам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, крепкого здоровья, успехов в нелегком труде и всего самого доброго. 5 октября в стране отмечают День уголовного розыска МВД. Сотрудникам и ветеранам уголовного розыска Карачаева-Черкесии направил поздравительный адрес министр внутренних дел Карачаева-Черкесии, полковник полиции Олег Мальцев. В тексте поздравления говорится, первоочередными задачами службы являются предупреждение террористических актов, борьба с организованной преступностью, пресечение каналов незаконного оборота оружия и взрывчатых веществ, розыск подозреваемых в совершении преступлений лиц и пропавших без вести. Выражаю искреннюю благодарность всем за самоотверженный труд. Уверен в том, что его результаты и впредь будут обеспечивать необходимый уровень безопасности граждан, общества и государства. Хочу пожелать личному составу дальнейших успехов в службе, поблагодарить их за верность долгу и пожелать крепкого здоровья, добра и семейного благополучия. Говорится в поздравительном адресе министра внутренних дел Карачаевой Черкесии. Сотрудники отдела КМВД по Карачаевой Черкесии установили подозреваемого во взломе мессенджера с целью вымогательства денежных средств. Им оказался 31-летний житель Черкеска. Избрана мера пресечения подписка о невыезде и надлежащем поведении. Ранее в дежурную часть в Черкесске с заявлением обратилась 45-летняя жительница республиканского центра. Женщина рассказала, что неизвестное лицо, взломав ее мессенджер обманным путем от ее имени, требовало денежные средства у ее знакомых, друзей и родственников. Сотрудники полиции проводят проверку, направленную на установление всех обстоятельств происшествия. В ауле Адгихабль Карачаевой Черкесии ликвидирована несанкционированная свалка площадью около 2 гектаров. Она была обнаружена государственными инспекторами управления Росельхознадзора еще в апреле этого года при проведении выездного обследования. Земельный участок не использовался для введения сельскохозяйственного производства, а служил местом размещения твердых коммунальных отходов. Арендатору земельного участка было объявлено предостережение о недопустимости такого нарушения. Стихийная свалка была ликвидирована, земельный участок очищен от мусора и приведен в состояние, пригодное для его дальнейшего использования в сельхозпроизводстве. Замминистра здравоохранения Карачаевой Черкесии Динара Камурзаева представила нашу республику на научно-практической конференции «Разумовские чтения». Мероприятие прошло в Сочи под девизом «Курорты России – ключевый элемент здоровья нации и стабильности экономического потенциала страны». Динара Камурзаева выступила на конференции с докладом по теме «Борьба с аллергией и заболеваниями бронхолегочной системы», в котором рассказала о Карачаевой Черкесии как о кавказской здравнице для всей страны. В мероприятии приняли участие руководители федеральных и региональных органов власти, представители бизнеса, эксперты в сфере общественного здоровья и превентивной медицины, учащиеся и выпускники программы «Про социум». Обсуждены методологические и научные вопросы восстановительной и курортной медицины на современном этапе развития науки. В столице Мексики стартовала Всемирная конференция ЮНЕСКО по культурной политике и устойчивому развитию «Мондиокульт-2022». На конференции Россию представляет делегация Министерства культуры во главе с первым заместителем министра Сергеем Обрывалиным. На выставке декоративно-прикладного искусства и традиционных костюмов стран-участниц российская делегация представляет женский костюм с головным убором и украшениями из Карачаева-Черкесии. По итогам мероприятия предполагается определить основные перспективы сектора культуры на следующее десятилетие и направление будущей работы ЮНЕСКО в этой сфере и по другим значимым темам. С 12 октября по 10 ноября текущего года в Карачаево-Черкесии пройдет 22-й региональный чемпионат конкурса «Цифровой прорыв. Сезон искусственный интеллект» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». В течение месяца участники из разных регионов страны будут решать задачу от Московского физико-технического института и физтехшколы радиотехники и компьютерных технологий по разработке алгоритма распознавания и классификации техники на стройплощадке. У участников чемпионата есть возможность внести свой вклад в развитие строительной отрасли и попробовать себя в сфере разработки и обучения модели, которая будет классифицировать технику на изображениях со стройплощадки. Решение позволит контролировать строительные процессы, выявлять уровень выбросов в атмосферу и нагрузку на дорожное полотно, а также упростит процессы автоматизации производства. В Черкесске прошло очередное мероприятие Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия» и Всероссийской акции «Вода России». Активисты убрали мусор вдоль берега реки Кубань. Сотрудники Министерства природных ресурсов и экологии Карачаева-Черкесии присоединились к студентам и преподавателям Северокавказской государственной академии и очистили километровую береговую линию реки Кубань, собрав 200 мешков мусора. Уборка мусора прошла с раздельным сбором. Все собранные отходы транспортированы спецавтохозяйством на переработку. Данный участок является популярным местом отдыха, однако живописную природу омрачали горы мусора, оставленного отдыхающими. Напомним, ранее в Карачаево-Черкесии в рамках празднования столетнего юбилея региона прошли два общереспубликанских субботника, на которых было собрано более 5,5 тысяч кубометров мусора. Еще 30 мешков мусора собрали волонтеры общественной организации Карачаева-Черкесии «Территория жизни» у минерального источника рядом Саулом-Эль-Таркач и в пойме реки Кубань. Под девизом «Это не наш мусор, но это наш город» собрались представители разных поколений, объединенные одной идеей сохранения родной природы. Ранее волонтеры очистили от мусора территорию Красногорского нарзанного источника в Карачаево-Черкесии. Всего было собрано более 50 мешков мусора, в том числе пластик, бумага и разбитые бутылки. На стадионе «Нарт» в Черкесске прошел 7-й футбольный турнир памяти Мухаммеда Кунижева. В нем приняли участие 6 команд из разных районов республики. Мухаммед Кунижев с 1994 года и до дня гибели был лучшим игроком среди любительских команд и спонсировал псырскую футбольную команду. Теперь футбольные турниры спонсирует супруга Мухаммеда Кунижева – Самира. За первое место был предусмотрен денежный приз в 50 тысяч рублей, второе место – 40 тысяч и за третье – 10 тысяч рублей. Призы получили также лучшие игроки турнира, которые отличились своими профессиональными навыками. По сообщению синоптиков, завтра по республике преимущественно облачно. Местами дождь в отдельных районах сильный в сочетании с грозой и подъемом уровня воды в реках до неблагоприятных отметок. В отдельных районах туман. Ветер восточный 6-11 метров в секунду, температура воздуха 11-16 градусов тепла. В горах местами 6-11 градусов выше нуля. В черкеске дождь. Ветер восточный 6-11 метров в секунду, воздух прогреется до 15 градусов. Это были все главные новости Карачаева Черкесии. К этому часу с ними вас знакомила Руфина Ковалева. Оставайтесь с нами. Вооруженные силы Российской Федерации приглашают на службу по контракту. Военная служба по контракту – это широкие возможности для самореализации, достойный уровень жизни и высокий социальный статус. Сегодня наши военнослужащие выполняют важнейшие боевые задачи. Руководством страны приняты дополнительные меры поддержки участников специальной военной операции. Они наделяются статусом ветеранов боевых действий и получают дополнительные социальные гарантии. Военнослужащие, заключившие контракт для прохождения службы в зоне специальной военной операции в составе именной роты Карачаево-Черкесии получат региональную единовременную выплату 200 тысяч рублей. Контрактники – это профессионалы, мужественно и с честью выполняющие свой долг. Служба по контракту – твой выбор. Обращаться в военкоматы по месту жительства Телефон для справок 8 878 2 26 36 32 Вы слушали Радио России Карачаево-Черкесия. До новых встреч!